Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами режиссер Владимир Мирзоев. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам также из-за рубежа код плюс 371 и пишите в WhatsApp 230-6191. Да, но вот сейчас весь мир обсуждает финал сериала «Игры престолов». Смотрели ли вы? Да. И как вам? Я поклонник этого сериала. Не разочарованы финалом? Нет. Нет, не разочарован, потому что я понимал, к чему идет дело. Я думаю, что такая мрачновато, меланхоличная и напряженная атмосфера этого сериала не предполагала хэппи-энд. То есть, как ни крути, дело бы кончилось какими-то жертвами, дело бы кончилось плохо. И это плохое было бы очень сложно уложить в какую-то привычную схему жанров. Что касается режиссерской работы, оценивали как профессионал этот? Это уже монументальный сериал, наверное, такого можно назвать. Ну, по-моему, это блестящее совершенно произведение. Прежде всего потому, что там есть гармония визуального ряда, драматургии, психологии. Я знаю, что многие этот сериал не смотрят, потому что они думают, что это фэнтези. Некоторые мои друзья высказывались на эту тему так, что ну вот, там какие-то драконы, какая-то сказка, какие-то там принцессы. Ну вот, фэнтези меня не интересует. Говорил один мой друг, еще одна подруга высказалась на эту тему. А я их убеждал таким образом. Я говорил, друзья, понимаете, это не только фэнтези, но это и психологический триллер, это детектив, это мелодрама, это психологическая драма. Тут все жанры как бы синтезированы в этом. Да, это фэнтези в том числе, но далеко не только фэнтези. Это очень полижанровое произведение. И это все находится в гармонии, в симфонии. Все эти жанры абсолютно естественно взаимодействуют. И, по-моему, это прекрасная драматургия, очень мощная, напряженная, многозначительная, очень ироничная, там много юмора. Ну и, конечно, это визуальный ряд прекрасный. То есть это по продакшену просто сделано блестяще совершенно. Вот если говорить о ваших работах как режиссера сериала, вы, как мне известно, являетесь автором сериала «Неправильный», да? Это антиутопия. Сериал рассказывает о человечестве, где нет сексуальных отношений. Вот вас называют исследователем антиутопической идеи. Антиутопия, по мнению, опять же, тех, кто также анализировал этот сериал, это мы сами. То есть вы пришли к такому умозаключению в момент съемок и в процессе этого сериала. Как бы вы могли пояснить, если вы согласны, конечно, с этим, принадлежность именно этой антиутопической идеи, принадлежность каждому из нас? Ну, в каком-то смысле это связано с тем, как работает сознание человека и как оно участвует в том, что в итоге возникает в пространстве реального. Ведь ничего, кроме нашего воображения, кроме инструмента, который создает культуру и цивилизацию, у человечества нет. То есть наши природные данные, наша физиология – это только фундамент, который есть и в царстве зверей, он не только человеку принадлежит. А вот то, что порождает человеческая фантазия, человеческое воображение, в том числе и разного рода тоталитаризмы, разного рода сообщества и культурные тренды, идеологические тренды, политические – это то, в чем нам приходится жить. Это то пространство, в котором мы функционируем не только как существа телесные, но как существа интеллектуальные, духовные, как бы наша психика в этом участвует. Поэтому, конечно, ничего, кроме источника человеческой фантазии, человеческого воображения, мы назвать не можем. Мы сами порождаем эти миры и в них живем. Они могут быть ужасны, они могут быть выморочны, как фашизм или большевизм, но при этом это создано человеком, человеческим воображением. Это не выпадает, как дождь или град с неба. Но вы вдохновлялись Замятиным, который, как известно, написал «Мы», и там люди строили интеграл? Ну, в общем, некое такое стремление к идеалу. Ну, конечно, и Замятиным, и Орвелом, и вообще есть богатая антиутопическая традиция и в Европе, и у нас. В частности, существует, кроме Замятина, существует блестящий Андрей Платонов, который тоже, на мой взгляд, утопист. И отчасти я занимался тоже его котлованом в какой-то момент в своей жизни. Вообще, это автор, которого я постоянно перечитываю. Вот. Существуют современные писатели-утописты. Кто такой Сорокин или кто такой Пелевин? Это, в общем, тоже автор антиутопий. Телурия, да, вот один из последних романов Сорокина. По-моему, совершенно блестящее произведение в этом жанре. Ну, вот. Ну, кроме того, я же человек уже не молодой, я пожил в Советском Союзе, поэтому мне, собственно, не обязательно обращаться к художественной литературе или к кинематографу. Я сам помню, как это было. Вот. Я сам жил в антиутопии. Поэтому, в общем, материала сколько угодно. Ну, антиутопия, на мой взгляд, все-таки общество. Там есть парадокс? Потому что ведь общество антиутопическое обычно стремится к некому совершенству идеалу. И получается такой тоталитаризм в основном, ну, если говорим о Борле или о Замятине, такой идеальный тоталитаризм, в какой-то степени общество получает то, что оно хочет? Ну, общество всегда получает, что оно хочет. Другой вопрос, что оно не всегда знает, чего оно хочет. Тут тоже есть такая вот проблема. Я думаю, что это вопрос равновесия в итоге, баланса идеи или наших фантазий, нашего плана и естественной нравственности, да, или естественной этики, или чувства милосердия, которое мы можем проявить по отношению к человеку. Знаете, вот я хочу такую метафору, может быть. Это разговор вообще сложный. Тут можно монографию на эту тему написать, отвечая на этот вопрос. Ну, я воспользуюсь таким простым примером. Ну, вот я работаю в театре, да, сотрудничаю с актерами. У нас есть какие-то представления о том, что мы хотим видеть на сцене. Как будет решаться спектакль или та или иная сцена. У меня есть идеи в голове, да, этой сцены. Отчасти я и делюсь с актерами. Но для того, чтобы возникла полноценная гармоничная форма, живая, да, мало иметь идею, мало иметь статус режиссёра и, так сказать, волю для того, чтобы всех под себя подмять и вправить в эту конструкцию головную, да. Я должен эту конструкцию, как бы, предложив, потом провести через целый ряд этюдов. То есть сама материя жизни на сцене, да, материя искусства и жизни актёра, она возникает в свободном режиме. То есть идея – это только вектор. А дальше поиск формы сцены или спектакля в итоге, поиск правильного решения, он зависит от того, куда интуиция ведёт актёров, куда их ведёт их тело, куда их ведёт их уже личная фантазия. Иными словами, я не могу использовать актёров как пластилин, как просто материал, который я укладываю в свою готовую схему. Иначе у меня получается мёртвое произведение, которое не будет жить нормально. Вот я думаю, что примерно то же самое можно отнести к политике и к любой идеологии, к конструкции, которая, да, она порождена какими-то конкретными людьми, их умами, да, вот в случае с большевизмом – это концепты Маркса, Энгельса и, там, не знаю, социалистов, утопистов, которые начинали, да, этот вектор. Сен-Симон, Руссо и прочие, да. Но есть же ещё и личности, живые люди, их собственные представления, которые отличаются от этого первоначального плана. И вот вопрос, куда, собственно, народ, куда народ, как хор этих личностей, поведёт эту идею, да. И вот здесь уже речь идёт о зрелости или незрелости нации. Здесь речь идёт о том, насколько ответственна или безответственна элита, насколько вообще структура общества позволяет этим людям, вдохновлённым идеей, построить что-то человеческое. Как показывает практика цивилизации, там, где люди делают свободный выбор и где всё строится на личном выборе, там происходит что-то более или менее человеческое, вменяемое. А там, где люди становятся исходным или расходным, лучше сказать, материалом, там получаются тоталитарные общества, там мы обрушиваемся в антиутопию. То есть получается, что фраза Орла из 1984 «Свобода – это рабство», она, в общем-то, применима к определённым странам, к определённым обществам? Я бы сказал, что она не то, что применима, а это определённым обществом навязывает вот эта самая идиократия или политическая элита, которая пытается чёрное называть белым. Вот и всё. То есть это манипуляция. Ну вот говоря о «Свободе слова» и о цензуре, ваши фильмы были подвержены цензуре, по крайней мере, вот «Человек, который знал всё», известный фильм, и вот, по вашим словам, второй канал при показе фильма изъял там фразу героини, то есть небольшую фразу, да, эта фраза, вы говорили, была принципиальная, в ней была концентрация эмоций, смыслов, но вот её из фильма изъяли. Каким образом вообще это происходит, и кто занимается изъятием фраз из фильма? Я думаю, что сидят какие-то добрые люди на своих стульях, за своими столами и вычёркивают, вот и всё, и цензурируют, исходя из своих представлений о прекрасном. Ну, видимо, прекрасным в данном случае нужно назвать окрик начальства. То есть вы отправили этот фильм куда-то, и непосредственно я хочу понять вот последовательность этих действий, как это происходит. Последовательность такая. Канал покупает фильм и по своему усмотрению просто убирает то, что считает нужным, не консультируясь с авторами. Ну, как вам кажется, цензура сегодня насколько является большой проблемой для современного общества, в том числе и для современной России? Ну, это большая проблема, но тут нужно конкретизировать, поскольку цензурируется очень много всего. Ну, возьмём, например, такую очевидную проблему обсценной лексики, в том числе в театре, в кино, в литературе. То есть мат сегодня запрещен категорически. Но при этом мы слышим мат каждый день вокруг себя. Вот идут мимо меня по улице какие-нибудь милые школьницы возраста 15-14 лет и практически разговаривают матом. То есть я слышу эту речь каждый день вокруг себя, но при этом я не могу эту речь использовать в своём фильме или в театре, в своём спектакле, хотя он имеет отношение к современному человеку, который пришёл ко мне в спектакль, в мою пьесу, которую я ставлю, он пришёл как бы с улицы. Значит, что получается? То, что я слышу каждый день, не может быть использовано в искусстве. Что это значит? Я это понимаю так, что люди, которые выпустили этот закон регулирующий, речь героев в театре и в кино, эти люди пытаются не то что оградить меня или моих зрителей от этой матерной речи, потому что я каждый день её всё равно слышу, как и мои зрители. Они пытаются навязать мне свою волю, они манипулируют моим сознанием, они хотят контролировать моё мышление. Дальше идём. Что такое мат? Почему вообще вот этот грязный язык, как бы выразительный, почему он возникает, в том числе у подростков? Потому что их бессознательное перегружено, их бессознательное травмировано, оно перегружено проблемами, которые не имеют каналов выражения, они не отрефлексированы и выражают себя в этой обсценной лексике. Значит, по идее, нужно думать, а что же перегрузило их бессознательное? В чём же проблема? Как бы почему их бессознательное травмировано и чем? А что, если оно травмировано теми самыми людьми, их политикой, которые выпускают эти законы? Ну и так далее. Вот это проблема цензуры. Это проблема табу, которая навязывается нам сверху, чтобы контролировать наше мышление. Но художник должен работать с табуированными темами, потому что в 90-е вы сняли фильм «Учительница первая моя» или «Мальчишник» по-русски. Это был один из первых, наверное, русских эротических фильмов. Там играла Ирина Шмелёва. Затем вы возвращались к тему сексуальных отношений ещё в фильме. И в фильме её звали Муму. Вообще разговор на темы, которые, ну, скажем так, часть общества считает недопустимыми. Это важная история для художника? Ну, я думаю, что вообще искусство работает, и культура работает с табу очень активно. И это и есть одна из главных функций искусства и вообще культуры. Почему? Потому что мы сложно устроены. Мы существа, мы и люди сложно устроены. Мы не состоим только из нашего интеллекта. Мы не состоим только из высоких помыслов. Наш мозг содержит в себе... Мозг, я сейчас не говорю о других органах. Но наш мозг содержит в себе слои, которые возникали в течение многомиллионной эволюции. Много миллионов лет ушло на эволюцию ранних слоёв мозга, рептильного мозга и так далее. Наша кора, которая в основном ответственна за интеллектуальный труд, это тонкий слой, и он сравнительно недавно возник. Что это значит? Это значит, что цельный человек, да, он состоит из очень-очень разных импульсов, в том числе из агрессивных импульсов, в том числе из импульсов, которые могут выражаться как агрессия, если бессознательно и перегружено. Мы видим это хорошо по поведению подростков, молодёжи и так далее. И если не компенсировать с помощью культуры эти импульсы, эту работу нашего бессознательного, всё равно демоны вырываются наружу, но только в виде актов агрессии, в том числе и революции. Поэтому искусство и культура, работая с табуированными вещами, которые не каждый день ты видишь на улице, расколдовывает их, расколдовывает эти табу и позволяет человеческому существу и обществу в целом нормально функционировать. Понимаете? Тем более тут есть очень много лицемерия в этих вопросах. Потому что, ну, вы помните наверняка фильм Милоша Формана «Народ против Ларри Флинта». Там эта тема как бы раскрыта очень подробно. Почему мы каждый день видим на экране, как людям выстрелами в голову сносят черепа, льются потоки крови, да? Вот эти акты насилия, их никто не запрещает, не цензурирует. А сексуальный акт на экране, он табуирован. Объясните мне эту логику. Вы нашли ответ на этот вопрос, кстати. Почему? Я уже сказал то, что я сказал. Контролируя нашу постель, политики пытаются контролировать наше сознание и контролировать нас. Это манипуляция. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально на несколько минут, на новости рекламы, потом вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Эта программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами режиссер Владимир Мирзоев. И еще раз здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Телефон на прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам, также пишите по WhatsApp 230-6191 и в Фейсбуке можете оставлять свои вопросы на моей страничке Вадим Родионов, латинца Родионов Череза. До перерыва мы говорили о фильме «Ее зовут Му-му», о вашем фильме. Поясню я, что это социально-политическая драма, она основана на реальных событиях и в фильме отражена история Екатерины Герасимовой, которая работала на спецслужбе и имела интимную связь с рядом оппозиционных политиков. И вот неоднозначную реакцию в обществе вызвал показ фильма. Какое у вас к нему отношение? Как вы к нему относитесь, к этому фильму, к этой работе? Знаете, к своим фильмам и спектаклям я отношусь нежно, как к своим детям, а как же еще я от них могу относиться. Вот как раз критики отмечали, что в этом фильме нет положительных героев. Это история про людей без прикрас. То есть для вас кто-то есть в этом фильме? Да, отвечу вам, как Гоголь. Смех положительных героев. Юмор. Я вот помню этот фильм, кстати. Я не очень много юмора там увижу. Ну, знаете, юмор же вещь такая очень субъективная, что смешно одному человеку, другому, может быть, будет совсем не смешно. Это вещь очень привязанная к возрасту, к определенной культуре, даже к определенному слою. То есть это нормальное явление. То, что американцу, например, смешно очень часто русскому человеку не смешно и наоборот. То есть это вещь культурная и возрастная в том числе. А на ваш взгляд вся эта история, поскольку, как мы уже говорили, фильм снят по реальным событиям, она смешная в целом для вас? Знаете, она как бы... В ней, несомненно, есть какие-то забавные аспекты. Я бы сказал, что скорее эта история порождает такой смех сквозь слезы. Это вообще жанр нашей жизни. Понимаете? Его трудно определить. То есть тут смешное, страшное, абсурдное, соседствует. Это очень-очень все близко. Поэтому, кстати, я думаю, что в нашем кинематографе чистый жанр почти отсутствует. Очень сложно снять кино как чистую комедию. Вот почему мы так любим недавно ушедшего Данелию? Потому что, да, он снимал комедии, но при этом это драматично, при этом это трогательно. Да, почти всегда. Какие-то грустные финалы в его фильмах. Поэтому не приживается чистый жанр в нашем пространстве, потому что жанр самой жизни, он какой-то очень запутанный, кентаврический. Вроде бы забавная история, а в ней какой-то ужас обязательно. Поэтому мы так любим Хармса, например, да, который вроде бы смешной, а там просто жестокость на жестокости. Какие-то наружки в его там вылетают, кто-то кого-то бьет по голове все время палкой, оскорбляет там и так далее. Это, так сказать, жанр привычный для нас. И тут все время это смешивается. Смешное, грустное, ужасное. Ну вот интересно, что нередко режиссеры говорят о необходимости вдохновения перед съемками, да, это логично, наверное, для людей творческой профессии. Но вот вы историей Кати вдохновились? Почему была снята эта картина? Знаете, мне показалось, что это очень камерная, лаконичная история, в которой, как в капле воды, отражаются очень многие вещи. Наши современные какие-то проблемы, коллизии. Вот она вроде фрагмент реальности, а в то же время в ней действительно очень многое, можно сказать, о том мире, в котором мы оказались. Вот поэтому. Ну, тем более, я бы с удовольствием снял, скажем, «Игру престолов», но у меня нет таких бюджетов. Поэтому я искал историю чрезвычайно камерную, которую можно снять в одном пространстве. И это будет естественно, да. Потому что камерные истории, которые развиваются развиваются в одной комнате или в одной классной комнате, в одной аудитории. Их очень немного, таких вот как бы органично, да. Я имею в виду для кино. Потому что в театре все-таки другой язык, другие законы. Там можно быть в классической как бы драматургии, где есть единство времени, места и события. А можно при этом там перескакивать из одного времени в другое. И все это происходит на одной площадке. В кино это сложно сделать. Хотя есть примеры такого тоже очень лаконичного по продакшену кинематографа, ну, скажем, «Догвиль», да, фон Триера, где все сделано в павильоне и вообще практически с условными декорациями. И в то же время это кино. То есть есть примеры успешных фильмов. Но все-таки, когда мы говорим про размашистый кинематограф, нормальный как бы по финансам, по бюджету и по продакшену, это, как правило, много мест действия, быстрая смена эпизодов и так далее. То есть современное кино, оно стремится к этому. Но мы же работаем с очень скромными частными деньгами, либо делаем краудфандинги. У нас нет доступа к государственному бюджету. Да, у нас звонок есть сейчас. Да. Звоните нам 672 12 93 9 и 672 13 93 9 режиссер Владимир Мирзоев с нами на прямой связи. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Да, задавайте ваш вопрос. Всегда приятно, когда вы приглашаете в студию режиссеров, всегда интересно послушать их мнение. Я не буду касаться этого сериала. Я практически его не смотрел, а отдельные какие-то короткие кусочки. У меня удивление высказывает вот что. Когда ваш гость говорил о цензурировании, то есть он упоминал эротические моменты, сексуальное и убийство. Но меня удивляет другое, что режиссер вообще должен был немножко быть знаком с психологией, потому что сексуальное желание возникает чаще, чем желание убийства. К чему это говорится? Задавайте вопрос, чтобы гость мог ответить. Что, что вы не поняли? Да, могли бы вы задать вопрос, чтобы гость мог ответить и обобщить. Хорошо, тогда вопрос не по теме. Как ваш гость относится к господину Ахлобыстину? Да, спасибо. Неожиданно. Да. Иван Иванович Ахлобыстин. Да, да. О коллегах я высказываться не буду. Простите меня. Считаю это неэтичным. Да, но вот не менее известная ваша работа это Борис Годунов и фильм Борис Годунов известно, что вы не изменили ни слова в тексте Пушкина, но перенесли героев произведения в современный мир. И вот как вы относитесь к дополнению режиссерам своих слов в классическом произведении? Как вы считаете, имеет ли режиссер на это право, чтобы каким-то образом корректировать текст литературных произведений классиков? Вы знаете, думаю, что режиссер должен быть верен духу произведения. То есть бывает так, что ты ставишь какую-то классическую вещь, ты чувствуешь, что ну вот это слово, оно ну как бы не на месте, оно либо архаично, либо оно как-то не выражает то, что задумано автором в другое время. И ты это слово меняешь. Но я думаю, что эти такие тонкие хирургические как бы манипуляции с текстом, они должны быть не произвольными, конечно, они должны все-таки опираться на смыслы. Потому что что такое любой спектакль или фильм? Является ли хорошо сделанный фильм, честно сделанный фильм или спектакль иллюстрации художественного произведения? В общем-то мы об этом с вами сейчас говорим. Мы иллюстрируем как режиссеры текст, драматурга или происходит что-то другое, какой-то другой процесс? Является ли новое произведение в другом материале иллюстрацией текста? Нет, я не думаю, что это так. Я думаю, что это в любом случае интерпретация. Думаю, что в любом случае это субъективная интерпретация этого режиссера, этого коллектива авторов, которые ее делают. И ничего кроме интерпретации вообще быть не может. То есть, иными словами, есть интерпретации бескрылые, тусклые, которые настаивают на том, что они буквально иллюстрируют что-то, но это самообман, это все равно интерпретация, просто тусклая. А есть интерпретации яркие, которые не стесняются своей субъективности. Думаю, что так обстоит дело. Я бы метафорически выразился так, что существует два набора хромосом, когда возникает новое произведение, фильм или спектакль. Один набор хромосом принадлежит драматургу, а другой набор хромосом принадлежит режиссеру. А потом появляется ребенок, это как папа и мама, они выступают как отец и мать. а ребенок может быть похож больше на папу, на маму, а может быть на дедушку или бабушку, всякое бывает. И от этого он не становится плохо или хуже, чем ребенок, который очень похож на папу или очень похож на маму. То есть он, это новое существо, понимаете, это любое произведение, это новое творение. И к нему так и нужно относиться. Поэтому мелочные мелочные цепляния за запятые и конкретные слова говорит о бескрылости замысла и о том, что режиссер скорее всего плохо чувствует духовную основу данного текста, его содержание. Ну, эти интерпретации можно сравнить с интерпретацией классической музыки, потому что, когда мы слушаем Рихтера и его исполнение Рахманинова или Горовица и его исполнение Рахманинова или Мацуева, мы слышим разные произведения, но мы все равно слышим, мы слышим разные интерпретации, но все равно слышим Рахманинова. В кинорежиссуре мы иногда, в общем-то, достаточно мало видим вот произведения, когда по мотивам это называется и так далее. Вот насколько уместно подобное сравнение? Знаете, все-таки музыка это, как ни крути, это исполнительское искусство. То есть, музыка воспроизводится в том же материале, в котором она написана, в материале звуков. А фильм или спектакль существует в другом материале, он не в словах, он в метафорах, в визуальных образах, в пластике и так далее. То есть, это содержание воспроизводится в совсем другом материале. Ну, в этом смысле, да, ну вот, вспомним такого художника, как Чур Ленис, который создавал как бы живописные произведения, которые, и был композитором, которые он считал воплощением музыки, да, или иногда об архитектуре, там, средневековой архитектуре говорят, что это застывшая музыка. Понимаете? То есть, это другой материал, и это все решает. Ну, все-таки, если говорить о музыкальной составляющей, потому что мне как-то коллега предложил посмотреть фильм ужасов без звука, или, более того, просто взять веселую музыку и посмотреть визуальный ряд какого-нибудь знаменитого фильма ужасов именно через призму музыкальную и совсем другое восприятие. Насколько для вас важен вот этот саундтрек и вообще все, что касается музыкального сопровождений? Шумового, звукового? Очень важно. Я чувствую музыку, люблю ее, слушаю, и оперу люблю, и даже ставил несколько оперных спектаклей. Такое у меня есть хобби. Иногда я к этому обращаюсь. Но я бы сказал, что идеально, когда есть равновесие и гармония всех элементов в фильме или в спектакле. Музыка может быть очень навязчива, она может сопровождать каждый кадр и просто мешать на самом деле визуальному ряду и драматургии просто потому, что будет слишком иллюстративно, скажем, будет иллюстрировать эмоции актеров. Музыка может мешать, а может быть контрапунктом, очень дополнять, как, скажем, в, не знаю, в фильмах Хичкока, очень важна музыка, и она дополняет, иногда иронично дополняет изображение. Или в фильмах Нолана, да, вот Дюнкерк, вспомните, насколько там важен саундтрек. То есть, без этой музыки просто было бы другое кино, наверное. Вот, поэтому, конечно, музыка важнейший элемент кинематографа и спектакля, но иногда ее не должно быть вообще. Иногда звукоряд должен фильм, вот, такова эстетика, что нужно избежать музыки полностью. Таких примеров тоже достаточно, где музыка была бы неуместна просто. Ну вот, возвращаясь к фильму Борис Годунов, это история о русском царе, как я уже сказала, вы перенесли действия в современный мир, и вот, что касается царя в современной России, нужен ли сегодня царь? Смотря кому? Ну, в обществе. Вы говорите нужен, как бы так обобщенно очень, да? Вы скажите, кому он нужен? Обществу. Или нужен? Есть ли потребность в определенной части? общества к тому, чтобы царь был и руководил? А вы знаете, у нас ведь общество очень разноликое. Оно очень, это мозаика, на самом деле это общество меньшинств. Ну вот, социологи говорят об атомизации российского общества. Да, этот процесс идет постоянно. Эта атомизация в итоге ведет нас к чему? Она ведет нас к тому, что это будет общество свободных личностей, принимающих свои уникальные решения. обществу свободных личностей, да, конечно, царь не нужен, потому что царь это и есть свободная личность, но только единственная, которая принимает решения за всех. Вот, я думаю, что здесь можно к недавней речи во время инаугурации, которая была произнесена вновь избранного президента Зеленского обратиться, который сказал, что каждый гражданин Украины это и есть президент. Он это имел в виду. Он имел в виду максимальную степень ответственности индивидуума не только за свою судьбу, но и судьбу своих детей, но и за свою страну. Это очень важно. Эта ответственность как бы человека и гражданина за то, что происходит, она не компонуется с монархией. Понимаете? Не компонуется, потому что только свободные люди могут принимать осмысленные решения. И по-другому не получается. А когда все главные решения в обществе принимает один человек, может быть, он даже хороший человек, умный. Но проблема в том, что одна голова хорошо, а две лучше. А сто миллионов голов еще лучше. Понимаете? Поэтому решения, которые будут, важнейшие решения для страны, которые будут приниматься на постоянных референдумах, в которых будут участвовать все граждане, если они думающие граждане, рефлексирующие, если они ответственные граждане, эти решения будут заведомо более разумными. Ну, а российскому обществу сегодня нужен царь? Ну, я же вам и говорю про российское общество. Вы думаете, я говорю про марсианское или про американское? Я говорю, все, что я сказал, имеет отношение к российскому обществу. Да, у нас есть звонок сейчас. Вы можете спросить меня, а много ли в России ответственных граждан? Я скажу, много, конечно, иначе они не протестовали бы каждый раз против каких-то безумных законов и так далее. много. То есть, народ не безмолвствует, если опять же вернуться к Годунову. Ну, как мы видим, нет. Вот последние события в Екатеринбурге или в Архангельске показывают, что нет, не безмолвствует народ. У нас звонок. Здравствуйте, слушаем. Добрый день, Александр. Да, задавайте вопрос. Задаю. Скажите, пожалуйста, известная фраза из всех искусств самой важнейшей для нас является кино. Но вторая часть, так сказать, ее опускают. Она говорит о том, что до тех пор, пока народ, так сказать, не очень образован. Вот сейчас народ образован. И какую роль носит так сказать, кино? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот. все-таки искусство носит воспитательную роль. Как вы считаете, какую роль несет современное искусство? Ну, конечно, преимущественно. Или она, так сказать, воспитательная, или она, так сказать, пропагандистская, или полный разврат. Так сказать, вот, спасибо. Да. Искусство все еще важнейшее из искусств, если вспомнить цитату. Я хочу вам напомнить, что ленинская фраза была написана на заре кинематографа. Можно сказать, что кино ходило тогда в коротких штанишках и было скорее аттракционом. Владимир Ильич не застал как бы «Игру престолов». А то, может быть, если бы он лет с 12, с 13 смотрел этот сериал, может быть, не было бы в России революции. Может быть, воспитательная роль этого сериала привела бы нашего вождя к каким-то иным выводам. Вот. Поэтому думаю, что кинематограф за то столетие, что прошло как бы с его возникновения, он достиг невероятных высот. кинематограф есть интеллектуальный, кинематограф есть, да, воспитательный тоже, то есть там он может быть педагогом в каких-то своих ипостасях. Кинематограф есть развлекательный, кинематограф есть очень разный. Главное, что человек сам может выбрать себе кино, просто сейчас это все доступно. Вот в пору моей юности, скажем, посмотреть свежий американский или французский или итальянский фильм было практически невозможно. Это было в таких, кроме фестивалей, были такие закрытые показы, на которые собирались партийные комсомольские работники и смотрели, например, фильм «Копполы. Разговор». Я присутствовал на таком показе в одном доме культуры, да, это только для своих. Только партийной элите можно было посмотреть фильм «Копполы. Разговор». Почему, непонятно совершенно. Почему не мог обычный советский человек этот фильм посмотреть, является загадкой. Ну и так далее. Сейчас это все не проблема. Сейчас фильмотека у любого человека просто в компьютере ты можешь дотянуться до любого классического фильма или даже свежего фильма. И это огромное обретение для многих-многих людей. для меня в частности это так. Слава Богу, что это так. И кино есть очень глубокое, очень философское. В моей жизни, например, фильмы Тарковского произвели целую революцию. Я был подростком, когда посмотрел фильм «Солярис», а чуть позже «Андрей Рублев». И я испытал что-то вроде «Сатори». Для меня с этого вообще началась как бы по-настоящему началась мировая культура. И я думаю, что в жизни многих людей детей кино играет колоссальную роль. Кроме того, если мы заглянем в книжки Маршала Маклюина, то мы обнаружим там такую интересную мысль, высказанную еще в середине XX века, о том, что новая эра, которая сейчас наступает и в которую мы переходим, мучительно, мучительный переход осуществляем, это аудиовизуальная эра. Это именно эра, которая знаменуется возвращением Маклюин это называет ретроэбилизацией, то есть возвращением рода племенного человека, то есть человека, который прежде всего человек чувственный, человек, который делает ставку на визуальность, на звук, а не на слово, не на книгу. То есть на место книжной, логоцентрической цивилизации приходит аудиовизуальная цивилизация. Это колоссальная революция, но это возвращение того, что уже было в докнижную эпоху, было в нашей жизни, но на новом как бы, на новом витке диалектической спирали. То есть это принципиально новое качество этого аудиовизуального мира. И по-моему, это сложно, сложно людям в книги в это вписаться, старшим поколением, но мне, слава Богу, не очень сложно, потому что я всю жизнь занимался переводом текста на аудиовизуальный язык в театре и в кино. Поэтому для меня в этом нет проблемы. Я в этой революции вижу благо. Ну что ж, спасибо, что нашли время и вышли в прямой эфир программы Абонент Доступен. Режиссер Владимир Мирзоев был с нами на прямой связи. Спасибо вам. Всего доброго и до свидания. Спасибо, всего доброго. До свидания.